Полгода употребления синтетических наркотиков метилэфедроновой группы, оно приводит уже, скажем так, к бесплодию. То есть человек, по сути, который должен работать, приносить пользу государству, платить налоги, рожать детей, он у нас сидит в тюрьме, не может иметь возможности продолжать свой род. Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одной из приоритетных для полицейских республики. Ведь наркомания порабощает, как правило, самую активную часть населения. За 9 месяцев с начала года в Мордовии зарегистрировано более 650 наркопреступлений, по которым изъято свыше 22 килограммов различных запрещенных веществ. Почти в 200 случаях это были крупные партии. Сегодня наркопреступления составляют десятую часть от всех уголовно наказуемых деяний в регионе. Такими цифрами поделился журналистами начальник управления наркоконтроля республиканского МВД Иван Канайкин. По его словам, наша республика не теряет привлекательности у людей, желающих наладить здесь каналы сбыта так называемой синтетики. Для нашей Мордовии я считаю, что она по-прежнему просто является все-таки лакомым кусочком и таким перспективным рынком сбыта для многих наркогрупп. Потому что сама наркоситуация, по сути, она у нас стабильная и контролируемая в республике. Если в соседних регионах, которые засилили наркотиками, у нас уже более явно выражены, да, и конкуренция более явная, то в Мордовию достаточно просто зайти. Чаще всего наладить нелегальный бизнес пытаются приезжие, уже задержанные жители Калужской области, Москвы, Татарстана, Красноярского края и Югры, а также гости с Украины. Именно это соседнее государство является первоисточником запрещенных веществ. К такому выводу оперативники пришли, изучив несколько цепочек поставок синтетических наркотиков, в том числе через интернет-магазины. Здесь уже просто наблюдается устойчивые признаки наркоагрессии. И наркоагрессия уже такой достаточно качественно спланированной спецслужбами недружественных государств. То есть для нас и для наших мелкоторговцев это способ обогащения незаконного, да, а спецслужбы сопредельных государств вкладывают в это огромные деньги. Комплексная работа по противодействию наркопреступности – это не только оперативные разработки, задержания и изъятия, это еще и профилактика. По официальным данным, в Мордовии на сегодняшний день на учете запотребления запрещенных веществ стоит 1700 человек. Из них 628 – это подростки. Что меня пугает, то, что происходит достаточно большое количество употребляющих людей, которые стоят еще за гранью взрослого возраста, скажем, я сейчас имею в виду подростки и дети. Не отстают и взрослые. В июле 2018-го в Саранске задержали всем известного Кирилла Курочкина и его друга детства Дениса Рыжука. При себе у экс-футболиста и футбольного арбитра оказалось около пяти граммов гашиша. Для Курочкина это не первый опыт. Он уже был судим за аналогичное преступление и получил новый условный срок. Уже в ходе следствия Рыжук объяснил, что просто угостил Курочкина, а деньги взял по старой дружбе. В размере лишь половины от реальной стоимости наркотика. Когда человек просто делится совсем чуть-чуть дозой с другим человеком, то по сути, согласно уголовного законодательства, это является уже сбытом наркотиков. Понимаете, да? И вроде такая вот шуточная манера – угостил. Но угостил квалифицируется как сбыт. И, соответственно, за это угостил. Я не помню, чтобы за последние два года у нас кто-то получал условное наказание в республике Мордовия. Понимаете, да? То есть угостил – сел в тюрьму. В ходе обыска в квартире у Рыжука нашли еще свыше 18 граммов спрятанных наркотиков. Но, по словам арбитра, это все для личного потребления. Рыжук сначала полностью признал вину, потом решил не свидетельствовать против себя. Однако, когда понял, что все доказательства против него, снова признал вину. Сейчас его дело направлено в суд. Еще один случай потребления наркотиков был выявлен полицейскими в Отяшевском районе. В августе там был задержан школьный учитель физкультуры. Человек на прекрасном счету был у преподавательского состава, у руководства учебного заведения. Но, как это назвать, покуривал, да? Здесь на одном шленге – покуривал, да? Поэтому 1 августа, это было конкретно, у нас в ходе проведения оперативно-реских мероприятий, он был задержан. На учителя завели уголовное дело, и если приговор будет обвинительным, на педагогической карьере придется поставить крест. Екатерина Шокурова, Александр Данилов. Программа «Происшествие».